всем привет я вида вы на канале дачники все началось начало положено массово начинаю скупать рассаду цветов вчера была в своем любимом садовом магазине у илоны мы не ходим в магазин мы ходим к илоне смотрите какое чудо я приобрела какие маленькие вот эти вот кассеточки это канна канна бронзовая скарлетт вот такой технологии выращивания я пока еще не видела это польская продукция посмотрите что интересно просыпается такая песчаная почва снизу вообще нет корешков она не переросла это из семечек или с миристем не знаю вот бронзовая будет канна уже начали немножко краситься вот эти вот ростки рассада значит размер размер ее начиная от 50 но в других источниках видела 75 и где-то примерно до метра двадцати ну вот взяла шесть саженцев посажу два горшка ну или по-другому как-то но буду выращивать думаю что к осени уже будут клубни сегодня 10 марта еще одна моя покупка это моя любимая ипомея батат покупаю каждый год сажаю каждый год посмотрите вот такие вот это самый большой саженец вот они тут есть гораздо 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 меньше вот это получается наверное в торфяных таблеточках корни уже проросли рассадка маленькая но не бойтесь такую покупать не бойтесь даже в конце февраля вот это растение это для ленивых дачников для забывчивых дачников потому что даже вот таком состоянии она может расти очень 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 долго я бывает ее пересушу потом я ее заливаю и она как стойкий оловянный солдатчик это очень неприхотливое растение буду пересаживать тоже в большую емкость и попробую в этом году на черенковать и третья покупка это флук шаловидный белый вот вайдалайт значит купила посмотрела и и лоночка прости но я буду его резать 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 посмотрите какие тут хорошие адресневевшие степли и как хорошо можно из этого горшочка сделать много 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 черенков так ну давайте посмотрим что же здесь корневой системы очень интересно я не увлажняла он такая средней влажности очень хорошо вот выбирается давайте что же это за чудо не тут есть корешки есть но еще вону очень непонятно вот посмотрите соотношение моих пальцев но мизерный 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 кусочек почвы и уже вот 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 такой вот хороший саженец значит буду пересаживать пока что вот такие вот 350 грамм стаканчики почву на данном этапе я очень питательный делать не буду мне абсолютно абсолютно не надо чтобы у меня вот этот саженец очень пошел бы в рост на этом этапе это лишнее но при высадке сад горшки или просто садовую землю так ну еще можно чуть-чуть добавить добавим большой кусочек уберу немножечко пролью там добавлю еще да при высадке в сад конечно канна прожорливое растение и надо очень-очень питательную почву и желательно конечно еще регулярные подкормки комплексными удобрениями очень страшно разрушить этот комочек он не такой неплотный практически там такая очень песчаная почва так сильно не заглубляю практически на том же уровне вот так вот таким образом у меня сейчас они будут посажены будут расти еще что решила значит обязательно я полью вот криво посадила надо переделывать надо немножко вот сюда добавить почвы да вот вот теперь хорошо и обязательно полью корни стимулятором чтобы корешки побыстрее проросли да вот в этот вот добавленный грунт вот канны посажены у меня в данном случае это 350 грамм стаканчики но на сегодня другого нет почва не питательная обычный торф с добавлением с добавлением кокосового волокна перлита да и мне не надо чтобы они мне очень быстро пошли в рост Пока я их пересаживала, мне в голову пришла такая мысль. Откуда могут быть такие саженцы? Это может быть из семян. И я подумала, а вдруг это укоренённые черенки. Георгина же мы черенкуем. Весной побеги можно окломать и укоренить. Может и это такое же? Знатоки, напишите в комментариях, кто выращивал вулкан. Это возможно или нет? По мере роста, по мере развития буду вам показывать, что из этого получится. Но я уже довольна. Видите, начинают краситься листики. Они не зелёные, они уже начинают бурить. Вот ещё тёмненький листик. Ну, нужен свет, конечно. Ипомея бататв у меня пока что будет жить вот в таком состоянии. Это ничего страшного, что здесь корешочки. Очень-очень выносливое растение. Когда буду пересаживать, я вам всё покажу. У меня просто на данный момент не хватает стаканчиков. У меня тут 10 саженцев. Значит, надо 10 стаканов. И место на 10 стаканов. Ну, пусть пока поживут так. Не знаю сколько, недельку-две. Они и месяц могут в таком состоянии находиться. Но не буду их мучить. Я их посажу. Я хочу, чтобы они у меня подросли. И хочу попробовать почеренковать, размножить. И покажу вам, что из этого получится. Ну, и моё приобретение флокс шаловидный. Вот такой вот. Смотрите. А, тут у меня уже кусочек вчера отвалился. Засох. Ну, посмотрим, что тут будет. Значит, флоксы шаловидные лучше всего черенковать вот с такими вот пяточками, адресневевшими черенками. Я видела одно видео, где брались только вот зелёные вот эти части. Блогер черенковала. Но результат не показала. Возможно, тоже. Но я буду черенковать именно с адресневевшими вот этими вот побегами. Смотрите. Сейчас попробую, чтобы это было видно. Вот. Здесь наглядно можно посмотреть. Вот. Отвалилось. Отвалился кусочек побега. Он здесь оторвался. Так. И вот там уже пошёл корешочек. Видите, ниточка такая держится. Корешочек идёт именно от адресневевшей части. Вот тут ещё один. Так. Сейчас. Да. Это наглядно. Вот. Вот он отвалился. Так. Вот. Видите? Вот здесь идёт вот такая вот часть. Сухая. И вот каким образом... Вот каким образом... Вот он уже от этой адресневевшей части... Вот уже пустился корешочек. Ну что, прости, Илона. Буду резать. Илона. Продолжение следует...